Давайте мы конкретно несколько вопросов возьмем. То, что волнует сейчас молодежь. Первое – качество образования, второе – это устройство. Третье – то, что волнует многих молодых людей – это жилье. Мы сразу одно момента не решим, но создавать условия мы должны. И в рамках своих полномочий, своей компетенции мы можем многие проблемы решать. И мы хотим это положить в документы, провести через Общественный Совет, через Маслихат, и чтобы эта программа реально работала. И здесь мы не только материальными, интеллектуальными вещами. Здесь еще и есть физический труд, есть и досуг. Давайте этим вопросом займемся, пусть это будет такой программный документ, и чтобы он работал на системной основе для молодежи, которая хочет достичь сейчас в нашем обществе, конкурентном обществе, определенных результатов, конкретно в цели. Проблема рыбы труда начинается в средней школе. Это вот четкие мы увидели, они накапливаются десятилетиями, и все это начинается с неинформированного, нерационального, не до конца понятого выбора конкретного школьника, конкретно семи средней школы. По каждой отрасли мы еще сделали вот такой дополнительный бонус. Детальные карты. На базе каких учебных заведений лучше всего начинать подготовку тех или иных новых специалистов. С учетом их оснащенности, лаборатории, мы даже сделали полный анализ всех учебных программ, есть ли компоненты уже, которые помогают создавать новые учебные программы на базе тех или иных учебных заведений. Программа очень крутая, она мне очень понравилась, поэтому огромное спасибо вам, молодой сервис, вам удовлетворить, за то, что вы подготовили такую программу для нашей столичной молодежи. У меня есть предложение провести первый в Казахстане, в столице, форум молодых предпринимателей. Собственно, идея в том, чтобы провести, собрать структуру молодых предпринимателей, провести обучение, провести какие-то сессии и сделать некую такую выставку, где можно наладить коммуникацию, сделать нетворкинг и дать возможности молодежи не закупать заграничные какие-то продукции, а закупать ее здесь, и бизнес может работать B2B, соответственно, здесь, не выезжая за границу. Столица и Алматы лидируют в рамках навыков, но если так посмотреть, диспропорции между молодежью и регионами очень сильно отличаются. То, что атлас новых профессий по столице, если будет, в рамках Давоса, в рамках нашего зарезервированного слота, ежегодного бачилка, мы могли бы столицу, по идее, показать, например, нужно вот эту международную команду создавать и привлекать прям реально активистов и конгресс молодежи других в рамках отдельной команды и давать им полномочия и ресурсы и 100 дней для конкретных сплитов. Не только в изучении международного опыта, а то, что заработает здесь. Не хватает именно фокус-групп молодежи, именно привлекать молодежи, чтобы мы спросили, да, вот у вас исследование есть, но на самом деле поток молодежи в столицу каждый год растет. И каждый год профайл именно молодежи в столице меняется. Поэтому нужно фокус-группу очень глубинно делать, соцопросы очень глубоко делать. И после этого узнавать, какой спрос. То есть у нас вопрос должен быть demand-driven, да? Спрос есть, на это уже Кемат уже реагирует. Уже после того, как они предложили инициативу.